Всем доброго времени суток! В эфире Инсталайф для абитуриентов. Сегодня мы поговорим с представителями Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета о поступлении в этот институт. Напоминаю, что в ходе сегодняшнего прямого эфира вам нужно задать вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета. Ваши вопросы могут касаться особенностей поступления, особенностей учебного процесса и всего-всего. На все ваши вопросы с большим удовольствием ответят Резидав Аилина Мухамедшина, профессор, декан высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации. Рамиль Камитович Мерзагитов, доцент, декан высшей школы национальной культуры и образования. И Фануза Харисовна Тарасова, доцент, декан высшей школы русской и зарубежной филологии. Ну а для начала, прежде чем мы перейдем к блоку вопросов, я предлагаю так коротко нашим гостям презентовать свои высшие школы и рассказать, в чем же заключается особенность обучения в них. Добрый день, дорогие абитуриенты, уважаемые родители. Институт филологии и межкультурной коммуникации – это один из самых крупных институтов Казанского федерального университета, который объединяет в себе три высшие школы. Это высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого, высшая школа национальной культуры и образования имени Кабдуллы Тукая и высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации имени Будуэнда Куртане. Позвольте начать с высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. На какие направления, какие профили вы можете сегодня подавать документы и рассчитывать на получение бюджетных мест? Одно из традиционных направлений – это у нас филология, которая включает такие профили, как прикладная филология русский язык и литература, зарубежная филология английский язык и литература перевода ведения, зарубежная филология, испанский язык и литература перевода ведения. И в этом году впервые открывается у нас новая программа, очно-заочная программа, зарубежная филология, английский язык перевода ведения. Что касается прикладной филологии, русский язык и литература, хочется сказать, что в процессе обучения у вас будет возможность познакомиться с такими дисциплинами, как когнитивная лингвистика, компьютерная лингвистика, нейролингвистика, которые дают вам широкий круг знаний в области лингвистики русского языка. Зарубежная филология, английский язык и литература, переводоведение, также испанский язык дают вам возможность изучить широкий круг дисциплин литературы ведческого блока, стать переводчиками в области английского языка, а также дают возможность вам познакомиться со всеми специализированными дисциплинами на иностранном языке. Что хочется сказать, что при поступлении на зарубежную филологию вы можете подавать документы о сдаче единого государственного экзамена любого иностранного языка. В ходе обучения, как мы уже видим, это английский язык основной идет, испанский язык, но в процессе обучения студенты имеют возможность получить и второй иностранный язык. Для обучающихся по английскому языку это будет испанский язык и немецкий языки, те, кто изучает испанский язык, это будет у нас английский язык. Давайте остановимся на вступительных экзаменах. По прикладной филологии в этом году у нас новшества, сдают результаты экзаменов по русскому языку, литературе, а также на выбор могут подавать результаты ЕГЭ как по истории, так и по обществознанию. Все остальные направления зарубежных, все остальные профили зарубежной филологии для них, для всех единые экзамены. Это иностранный язык, русский язык и литература. Несколько слов хочется сказать о новой программе. Есть преимущества этой новой очень заочной формы обучения. Она также по просьбе многих наших абитуриентов была открыта. Во-первых, наверное, это то, что студенты имеют возможность в процессе обучения одновременно и работать. Ну и второе, конечно же, то, что привлекает многих наших абитуриентов, это цена данной программы. Она составляет у нас 66 тысяч в этом году за год обучения. Следующее направление, очень востребованное направление, уже мы видим по результатам подачи экзаменов, это педагогическое образование, педообразование, и здесь они представлены такими профилями, как иностранный английский и второй иностранный язык. Под вторым иностранным языком здесь может на выбор студентов быть немецкий язык, испанский язык, французский язык, а также восточные языки, это китайский и арабский языки. Срок обучения 5 лет, так как дает возможность получения диплома со знанием двух иностранных языков. Следующее, это иностранный французский язык, 4 года обучения. Данная программа у нас также очень востребована среди абитуриентов, в связи с тем, что она дает возможность параллельного обучения в университете Франции Сорбона-3. Новая Сорбона, Париж-3, Новая Сорбона. Следующий профиль, это иностранный язык. Иностранный язык, здесь у нас в основном подаются документы те абитуриенты, которые хотят начать обучать немецкий язык, или те, которые хотят продолжить обучение немецкого языка. Эта программа у нас также предполагает дальнейшее обучение или прохождение стажировок и практик в Германии. И еще один профиль, это иностранный язык, английский язык, заочное обучение. Один иностранный язык, но срок обучения 5 лет. Несколько слов о бюджетных местах. Первый профиль иностранный английский, второй иностранный язык, очная форма, 15 бюджетных мест. Иностранный французский язык, очная форма, 20 бюджетных мест. иностранный язык очная форма 15 бюджетных мест и иностранный английский язык заочная форма 40 бюджетных мест что же позволит нашим студентам свободно владеть иностранными языками ну во-первых это партнерство с нашими вузами партнерами это университет лондона параллельное обучение по направлению зарубежной филологии как я уже сказала университет париж 3 новая сорбона франция параллельное обучение университет барселоны где наши студенты которые обучают испанские языки могут проходить практики и стажировки технический университет дрездена германия также лейпцигский университет еще несколько слов хотела бы сказать и о тех абитуриентов которые закончили первую степень обучения получили диплом бакалавра и желает продолжить обучение в магистратурах высшей школы русской зарубежной филологии первая программа это иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации это у нас единственная очная программа на нее в этом году выдаются 13 бюджетных мест новая магистратура очно-заочная по направлению филологию текстовая аналитика в образовании науки 15 бюджетных мест традиционные уже программу мультилингвальной технологии раннего развития детей 15 бюджетных мест она у нас в этом году тоже очно-заочная а также прикладное языкознание 12 бюджетных мест это заочная форма обучения и последняя магистратура это романо-германская филология 9 бюджетных мест заочная форма обучения и так дорогие наши абитуриенты у вас есть возможность совершенствовать языки владеть с ним ими свободно а также возможность преподавать в вузах или работать переводчиками поэтому мы вас приглашаем высшей школу русской зарубежной филологии имени льва толстого спасибо отлично получил вступительное слово я предлагаю презентацию второй высшей школы добрый день уважаемые абитуриенты родители я представляю высшей школы национальной культуры и образования имени готовы тукая на базе нашей высшей школы мы готовим специалистов в области татарского языка и татарской литературы это преподаватели учителя татарского языка и татарской литературы это журналисты переводчики работники издательств и другое преподаватели музыки из двух тысячи восемнадцатого года мы готовим учителей лилингвалов и полилингвалов по таким профилям как математика информатика история начальное образование дошкольное образование другое на нашей высшей школе настоящее время реализуется около 20 образовательных программ бакалавриата 9 программ магистратуры и несколько направлений аспирантурой в двух тысяч двадцать первом году планируем набрать студентов на следующее направление по направлению подготовки специалистов в области татарского языка и татарской литературы как и прежние годы набираем две группы одну группу набираем по образовательной программе педагогическое образование татарский язык литература и иностранный английский язык выделено всего 25 бюджетных мест 40 обучения 5 лет вступительные испытания единый государственный экзамен по русскому языку по обществознанию и внутренний экзамен по татарскому языку внутренний экзамен по татарскому языку будет 15 июля 14 июля соответственно будет консультация вторую группу набираем по образовательной программе филология прикладная филология татарский язык литература и журналистика выделено также 25 бюджетных мест вступительные испытания те же русский язык обществознание это результаты ега и внутренний экзамен по татарскому языку здесь уже срок обучения 4 года данное направление ориентировано на подготовку филологов бакалавров в области татарскому языку и литературу и журналистов для работы в разных средствах массовой информации в том числе и на телевидении но только на татарском языке хромат лабит университет лар мина татартылин татарадавиэты нератушилар татарша калям тибра тушилар шиыр хи кей азушилар мы сізны шушу юнаршта кытып калабыз келешакта узыгизнан турмыша гузына татар журналистик са татар телевидение са блендбейлер гаттлеса гиз газеттарда журналларда нашли отнадаши шторгат лясэгиз татартылинглисты люкты шторгат лясэгиз бассажда суши юнаршта калабыз еще одну группу набираем по образовательной программе педагогическое образование музыка эта программа у нас будет реализована на отделение очно-заочного формата очно-заочного обучения всего имеется тоже 25 бюджетных мест вступительные испытания единого государственного экзамена по русскому языку по обществознанию и внутренний экзамен по музыке по музыке сдают комплексный экзамен включающий музыкальный инструмент абитуриенты должны исполнить два произведения на любом музыкальном инструменте салфеджио это абитуриенты должны спеть одноголосую мелодию интонировать и определить на слух интервалы аккорды и так далее и вокал абитуриенты должны спеть два вокалных произведения народную песню и песню из классического репертуара эта программа у нас нацелена на подготовку высококвалифицированных учителей преподавателей музыки и еще один блок направлений это подготовка и билингвальных и полилингвальных педагогических кадров в рамках приемных кампаний 2018 19 20 годов уже был осуществлен набор на эти направления если 2018 года мы набирали билингвалов то с 2020 года набираем уже полилингвалов в этом году на эти направления набираем тоже пять групп на древнее отделение по 25 человек в каждом направление и профили следующие математика и иностранный английский язык это педагогическое образование вступительные испытания русский язык общество знания это обязательные дисциплины и на выбор абитуриента это новшество приемной кампании этого года абитуриенты могут подать результаты единого государственного экзамена по одному из пересеченных дисциплин конкретно вот по этому направлению это математика иностранный язык информатика физика биология химия и география вторую группу набираем по направлению по профилю информатика и иностранный английский язык вступительные испытания те же срок обучения тоже пять лет третья группа профиль истории и иностранный английский язык вступительные испытания русский язык общество знания обязательное и на выбор абитуриента этой истории иностранный язык математика литература и информатика четвертая группа начальное образование и иностранный английский язык Те же вступительные испытания обязательные — это русский язык и общество знания. И на выбор абитуриента — это иностранный язык, математика, история, литература, информатика, физика, биология, химия или география. И на дневное отделение последней пятой группы — это иностранный английский язык и второй иностранный язык. Здесь вступительные испытания — русский язык, общество знания и иностранный язык. И на отделение заочного обучения планируем набрать одну группу из выпускников педагогических колледжей. Выделено также 25 мест. Это педагогическое образование с двумя профилями подготовки, начальное образование и дошкольное образование. Вступительные испытания русский язык, общество знания обязательное. Иностранный язык, математика, история, литература, информатика, физика, биология, химия, география на выбор абитуриента. Эти направления и на дневном отделении, и на заочном отделении на этих направлениях осуществляются за счет средств бюджета Республики Татарстан. То есть за обучение платят не сами студенты, а республика. И абитуриентам для того, чтобы подать документы на эти направления, они должны заключить договора с образовательными учреждениями Республики Татарстан, в которых в дальнейшем по окончании обучения они должны будут работать не менее 5 лет. И все студенты очной формы обучения получают стипендии по республиканской программе стипендиальной поддержки педагогических кадров в размере 15 тысяч рублей в месяц. В первом семестре эту стипендию получают все студенты, первокурсники. Это независимо от результатов ЕГА. А со второго семестра для того, чтобы получить данную стипендию, нужно сдать все экзамены за счеты только на оценку «хорошо» и «отлично». Продолжение следует... И на следующем слайде у нас представлены образовательные программы магистратуры, по которым мы планируем набирать студентов. Это три программы по направлению педагогическое образование, три образовательные программы, преподавание английского языка в средней и высшей школе, информационные технологии образования и искусстве и татарский язык и литература современной теории и технологии обучения. И еще одна программа, образовательные программы по направлению филология, филология-тюркология. Все магистрские программы реализуются у нас на дневном отделении. Срок обучения по всем четырем программам два года. И вступительные испытания будут проходить в конце июля в устном формате, в устной форме. И в конце, в заключении я хочу сказать, вот на те направления, которые я озвучил, это татарский язык и английский, филология, татарский язык, литература и журналистика. На эти направления срок подачи документов только до 10 июля. На самом деле был у меня этот уточняющий вопрос. Спасибо, что в конце на него уже ответили. Ну и передаем слово оставшейся третьей высшей школе. Здравствуйте, уважаемые друзья. Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации имени Будуэна де Кортене отличается, пожалуй, от представленных школ тем, что здесь учится очень большое количество иностранных студентов. Из 1575 студентов 400 студентов только россияне, а остальные это студенты дальнего и ближнего зарубежья. Поэтому, обучаясь в нашей школе, у вас есть возможность подружиться. И иметь друзей из разных стран. Наша высшая школа реализует направление филологии, прикладная филология, русский язык как иностранный, с углубленным изучением иностранных языков. Семь бюджетных мест. Выпускники этого направления могут работать в дипломатических ведомствах, в различных экономических фирмах, предприятиях, где нужны специалисты, владеющие русским языком как иностранным, а также одним-двумя иностранными языками. Кроме филологии мы набираем педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Это русский и английский язык. То есть, заканчивая это направление, вы сможете равноценно преподавать, быть специалистами как в области русского языка, так и в области английского языка. Здесь 20 бюджетных мест, обучение 5 лет. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки, русский язык и литература. 15 бюджетных мест. Это направление у нас еще сравнительно новое, набираем только второй год. И педагогическое образование, русский язык, 20 бюджетных мест. Конечно, у нас есть еще направление лингвистика, русский язык как иностранный, но это направление только для иностранных студентов. Для тех, кто хочет преподавать русский язык в своих странах. Из магистерских программ. Очень интересная программа. Педагогическое образование, преподавание русского языка и литературы в средней и высшей школе. Два года обучения, 13 бюджетных мест. Филология русский язык как иностранный. 5 бюджетных мест. Очень востребованная программа. Многие выпускники, которые кончили бакалавриат в области зарубежной филологии, русской филологии, философии, журналистики, выбирают это направление, чтобы иметь возможность преподавать русский как иностранный за рубежом. И новая магистерская программа. Международные профессиональные коммуникации в евразийском пространстве. 5 бюджетных мест. Эта магистерская программа предполагает развитие компетенций языковых, то есть в области иностранных языков. А также, наверное, это прежде всего ориентация на работу в различных ведомствах, заграничных, экономических фермах, именно в рамках евразийского пространства. Вот такие основные направления нашей школы. Конечно, мы реализуем и бюджетные места, я их перечислила, но если человек не набирает достаточное количество баллов, то есть возможность поступить на контракт. Они тоже реальные, эти контрактные места. Спасибо за внимание. Большое спасибо за такое достаточно развернутое вступительное слово. Я думаю, основные вопросы у абитуриентов, они уже получили на них ответы, скажем так. И есть у нас ряд вопросов, которые чисто технические, которые касаются даты подачи заявлений, даты заселения в общежитии. Я думаю, что на это более подробно ответит, наверное, ваш коллега из зала. И первый вопрос, где найти все основные даты, дата подачи заявлений на бюджет, на договор, дата подачи согласия на бюджет и договор, совпадает ли она или на договор можно подать согласие на зачисление чуточку позже? Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Закиров Алмаз Ильдарович. Позвольте сначала представиться. Я являюсь заведующим центром профориентационной работы и взаимодействия с работодателями Института филологии и межкультурной коммуникации. И я сегодня буду помогать отвечать на вопросы нашим уважаемым деканам. Что касается первого вопроса, вопрос связан со сроками, сроками подачи документов, подачи заявления о согласии. Вся эта информация размещена на сайте для абитуриентов наших, для абитуриентов Казанского федерального университета, на сайте приемной комиссии admissions.kpfu.ru Надо найти вкладочку «Сроки приема». Но, тем не менее, я все-таки хотел бы озвучить сроки приема документов для наиболее, наверное, востребованного популярного конкурса. У нас это очные места на программу бакалавриата. Прием документов стартовал 20 июня, традиционно он каждый год стартует 20 июня. И продлится он в зависимости от того, на основании каких вступительных испытаний абитуриенты у нас планируют поступать в наш институт. Если абитуриенты поступают на основании единого государственного экзамена, на основании результатов ЕГЭ, то они имеют возможность подавать заявление вплоть до 29 июля. Но в нашем институте, как уже это говорилось ранее, об этом на это акцентировал внимание Рамиль Хамитович, говоря о ряде программ. Здесь у нас есть и внутренние вступительные испытания. Это на такие программы, связанные с подготовкой специалистов в области татарского языка, татарской литературы, а также на направлении педагогического образования музыка. На эти программы у нас есть внутренние вступительные испытания, которые проводятся в УЗОМ Казанским федеральным университетом, то есть самостоятельно. Для таких абитуриентов необходимо подать документы до 10 июля, то есть сроки вот-вот уже приближаются, крайние. Поэтому мы настоятельно рекомендуем поторопиться и принести свои заявления либо очно в приемную комиссию по адресу Кремлевская, 35, либо же подать документы дистанционно. В этом году, как вы знаете, есть возможность подавать документы как очно, так и в дистанционном формате. Никаких ограничений нет. Дистанционно это сделать даже проще. Мы рекомендуем подавать документы дистанционно. Вы это можете сделать в социально-образовательной сети Казанского федерального университета «Буду студентом». Адрес абитуриент.кпфу.ру. Этот адрес вы можете найти также и на сайте приемной комиссии. Так вот, здесь необходимо зарегистрироваться, заполнить несколько полей, то есть указать, заполнить анкету, заполнить информацию образовательным учреждениям, заполнить дополнительную информацию, вкладку с индивидуальными достижениями и далее уже выбрать направление подготовки, на которое вы планируете поступать. То есть ничего в этом сложного нет. Поэтому, пожалуйста, побыстрее постарайтесь всю эту процедуру выполнить, и вы успеете участвовать в конкурсе. Есть у нас еще целый блок таких вопросов скопился на самом деле. Если я являюсь призером регионального этапа предметной Олимпиады, дадут ли мне дополнительные баллы при поступлении? Ну и вообще, за что положены дополнительные баллы при поступлении? Да, очень актуальный вопрос. У нас дополнительные баллы присуждаются абитуриентам за ряд индивидуальных достижений. Значит, во-первых, это выдающиеся достижения в спорте. Например, чемпионы мира, чемпионы Европы, призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр, они при поступлении на программы бакалавриата или специалитета получают дополнительно 5 баллов. Далее 5 баллов присуждается абитуриентам, имеющим диплом об образовании, выданным образовательным учреждениям Российской Федерации, то есть документы об образовании с отличием. Это либо диплом с отличием, либо аттестат с отличием. Далее золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также удостоверение к нему дает дополнительно 2 балла абитуриентам. Абитуриенты, победители и призеры мероприятий, это могут быть конференции, олимпиады, конкурсы, попавшие в перечень Министерства просвещения. Также победители получают, если они в этом году учились в 11 классе, получают 5 баллов дополнительно к результатам вступительных испытаний, а призеры получают дополнительно 3 балла. Вот, собственно, те индивидуальные достижения, за которые присуждаются дополнительные баллы. Ну, я еще хотел бы добавить, еще есть, значит, всероссийский конкурс профессионального мастерства среди лиц ОВАЗ и инвалидов, Абилимпикс, и победители и призеры этого состязания также могут получить дополнительно 5 баллов. Как заключить договор, оформить образовательный кредит, и можно ли сейчас уже оплачивать? Вот такой вот у нас есть вопрос, если мы говорим про контрактную форму обучения. Да, договорной отдел у нас уже начал работать со вчерашнего дня, то есть в приемной комиссии имеется отдельная служба, которая занимается оформлением договоров с абитуриентами, которые планируют поступать на контрактную форму обучения. Пожалуйста, вы можете также через свой личный кабинет, через систему «Буду студентом» подать, значит, заявку на оформление договора об оказании платных образовательных услуг. Также вы можете это сделать, придя непосредственно в приемную комиссию. После заключения этого договора вам выдадут реквизиты, вы сможете внести плату за обучение. И далее уже это будет основанием, при условии того, что вы набрали необходимое количество баллов, потому что есть минимальный порог, ниже которого мы не можем принимать абитуриентов даже на контрактную форму обучения. И после заключения этого договора и внесения платы за обучение вы уже окажетесь в приказе на зачисление. Какие стипендии положены первокурсникам? Рамиль Хамитович, в принципе, уже начал озвучивать про стипендии, которые от Республики Татарстана. Какие еще стипендии могут получать первокурсники? Традиционно у нас уже несколько лет подряд была учреждена, пока в этом году я приказа не видел, я надеюсь, он выйдет, ежегодно стоп-бальникам у нас выплачивается стипендия ректора стоп-бальник в размере 80 тысяч рублей, если он набрал 100 баллов по одному из экзаменов по ЕГЭ, либо же 100 баллов, если он набрал 100 баллов по итогам, став победителем Олимпиады. Также, может быть, что-то смогут добавить наши деканы тоже по поводу стипендий. Да, было бы интересно послушать еще от вас, если можете что-то добавить по поводу стипендий. Ну, студенты, первокурсники у нас, которые поступают на бюджетную форму, получают академическую стипендию до конца первого семестра, после сдачи сессии, первой зимней сессии, по результатам сессии уже будет назначаться академическая стипендия. В том числе она может быть повышенной, если студенты сдают все экзамены на одиночную. Есть у нас вопрос, который уже касается заселений в общежития. Я бы хотел узнать, будут ли нам звонить и говорить, в какой день будет заселение, или можно ориентироваться по графику, который уже имеется на сайте. Я поступаю в институт филологии межкультурной коммуникации на платное обучение. Вся информация по заселению в общежитии у нас висит на сайте. Это будет у нас после 25 августа. И также на сайте имеется перечень всех документов, необходимых для оформления в общежитии. По некоторым направлениям нужно обратить внимание, необходимо иметь и медицинские справки. Поэтому очень внимательно нужно изучить ксерокопии, каких документов должны предоставить наши абитуриенты перед заселением в общежитии. Есть у нас еще очень интересный вопрос. Чем отличается направление подготовки прикладная филология в разных высших школах у вас в институте? Вот такой у нас есть вопрос. Потому что два направления прикладной филологии были озвучены. Вообще прикладная филология, она входит в большое направление филология. Филология может быть зарубежная, может быть русская, может быть татарская. И вот внутри русской филологии есть прикладная филология. Здесь имеется в виду, что в этих учебных планах по данному направлению акцент делается на практику, на практикоориентированное обучение студентов. И это, наверное, очень востребовалось сегодня современной молодежью. И вот в высшей школе русской зарубежной филологии имени Льва Толстого есть прикладная филология русский язык и литература. В нашей школе прикладная филология русский язык как иностранный, с углубленным изучением иностранных языков. Если прикладная филология русский язык, то Фануза Харисова на своем выступлении сказала, это интеграция лингвистики и медицины, лингвистики и математики, лингвистики и информатики. А в нашей высшей школе прикладная филология имеет в виду технологии, как обучать русскому языку человека, который не умеет говорить, который не знает даже ни одного звука, ни одной буквки. То есть мы учим студентов, как преподавать русский язык китайцам, корейцам, иранцам, пакистанцам, американцам и так далее. И, конечно же, есть прикладная филология и у Рамиля Хамитовича в рамках татарской филологии. И здесь тоже имеется в виду интеграция и именно технологии. Мы готовим специалистов в области татарского языка и татарской литературы, журналистов татарскоязычных, переводчиков татарскоязычных. Вот такая специфика. И есть достаточно популярный вопрос, который касается перевода. Вот человек отучился один год в другом институте, либо в другом университете, и очень хочет перевестись к вам. Как ему это сделать и есть ли возможность попасть на бюджетное место в таком случае? Ну, что касается перевода, хочется сказать, что, конечно же, студенты имеют право перевестись с одного вуза на другой. В том случае, если у них полностью сдана первая сессия. Если же первая сессия не закрыта, то право на перевод они не имеют и должны будут поступать заново. Что касается бюджетных мест, конечно же, сразу на бюджетное место такие студенты перевестись не могут, так как у нас в год-два раза работает бюджетная комиссия, которая рассматривает необходимые заявления, которые пишут студенты о переводе с контрактной формы на бюджетную. И при этом, конечно же, учитывается, какие результаты сессии имеют наши студенты, какие у них оценки за предыдущие сессии, учитывается и их материальное состояние, возможно, с потерей кормильца во время обучения. Очень много факторов, которые мы учитываем при переводе наших студентов с контрактной формой на бюджетную. Поэтому в том случае, если после четырех сессий студент показывает необходимые результаты положительные, то он имеет право написать заявление, а дальше уже рассматривает бюджетные комиссии. Большое спасибо за столь подробные ответы на все наши вопросы. Я напоминаю, в эфире у нас был Инсталайв с Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Оставайтесь с нами, впереди еще много-много интересных ответов на ваши интересные вопросы, уважаемые абитуриенты. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...